Кардинально поменять жизнь в 72 года. Скажете, невозможно, а вот протор смелянец это сделал. Переехал мужчина из живописного села Черкассской области в Брест к дочери в 2004 году. Человек, который всю жизнь прожил на земле и оказавшись в каменных джунглях, не смог смириться с пустошью новостроек. Он начал менять все вокруг. Садить деревья и кустарники, создавать так называемые легкие, тогда еще нового микрорайона. И он выходил во двор этот песчаный, седьмого этажа наблюдал эту пустыню, и он увидел цель перед собой. Он понял, что ему надо это все озеленить. Он еще спросил, а почему никто деревья не сажает, вам же надо от улицы отгородиться. Ну я говорю, каждый занимается еще благоустройством своего жилища, поэтому вот так. И он прямо вот как только приехал чуть-чуть-чуть, освоился, увидел, где леса, и велосипед, лопата, ведро, в лес, маленькие саженцы, самые-таки маленькие, в лесу выкопал деревца и переносил вот по одному, по два, по три, сколько смог одолеть. И вот это высаживал, вот эти все деревья, все кусты, вот это все им посажено. Не стало Петра Смелинца два года назад. После себя мужчина оставил более 350 берез, дубов, лип и кустарников. За всем этим зеленым богатством он ежегодно ухаживал, несмотря на то, что это было непросто. Не только из-за преклонного возраста, но еще и из-за инвалидности. У мужчины была только одна рука. В память о нем и его добрых делах жители ближайших домов обратились к руководству города с инициативой увековечить имя этого неравнодушного человека. И получили поддержку. Петра Смелинца два года. Петра Смелинца два года. Приехал в город в лес после смерти жены, который не стал просто сидеть в квартире, в четырех стенах, а человек нашел себя в реализации того, что начал благоустраивать пустыри, которые находятся вокруг новостроя. Очень приятно, когда есть такие люди. Это живой пример всем нам. Как надо заботиться о своей земле, когда становится явно чище, краше все с мною. Объединившись вместе, можно сделать еще намного лучше и приятнее наш город. На торжественной открытии мемориальной доски собралось немало людей. Это жители ближайших новостроя, которые знали Петра Смелинца. Видели его труд и по мере возможностей помогали. Для многих он стал жизненным ориентиром. Человеком, который всегда сохранял оптимизм и трудился всем на благо. Дерево пересадить молоденькое с места, оно примется сразу. А вот такое дерево, которое уже старое, оно редко которое приживается. А он оказался таким дубом, которого в возрасте вырыли и пересадили на другое место, и он прижился. Я очень благодарна ему. Он к нам относился как к своим детям. Мы ездили вместе на рыбалку, ездили за черникой. Представьте, одной рукой он собирал. А грибник какой он был, исключительный просто. Ну вот так мы жили. Все мероприятия, которые отмечались, он никогда в стороне не был. Никогда. Конечно, труд для него это самое-самое главное. Соседи благоустроенный двор рукой Петра Смелинца ласково называют Роща Карповича. Да, этот человек сделал для жителей микрорайона немало. И теперь даже случайный прохожий, благодаря изящной мемориальной доске, сможет узнать историю этого человека. И может подумает, что нужно продолжить добрую традицию. Начнет делает наш город еще красивее. Продолжение следует... Продолжение следует...